Здравствуйте, в эфире Субонин, информационная программа Вести Карачаева-Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Они каждый день находятся на своих рабочих местах, освещая деятельность Росгвардии. 25 января Пресс-служба управления отметит свой профессиональный праздник. Государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесии Эльбур завершил свой гастролин-тур, посвященный столетию нашей республики. 18 лет назад перед зданием Республиканской библиотеки была установлена стела создателям славянской письменности Кириллу и Мефодию. 24 января день начала массовых репрессий казачества. К казакам республики обращается глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Мы не вправе забывать о трагическом прошлом, оно не должно повториться. А боль и скорбь предков мы должны направить на созидательные цели во имя будущего наших детей. Сегодня российское казачество возродилось. Казаки активно участвуют в общественно-политической жизни Карачаева-Черкесии. Играют важную роль в воспитании молодежи, сохранении уклада и традиций, говорится в обращении. Богослужение, посвященное дню репрессий казачества, сегодня пройдет в Покровском храме города Черкеска. Подробности в наших выпусках вестей в понедельник. Это подразделение, без которого не обходится ни одно мероприятие Управления Росгвардии по Карачаевой-Черкесии. 25 января свой профессиональный праздник отметит пресс-служба Росгвардии. Они те, кто ближе нам по духу и являются теми, кто освещает деятельность территориального органа национальных войск. О работе подразделения и о том, как проходят будни сотрудников пресс-службы, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Они каждый день находятся на своих рабочих местах, освещая деятельность Управления Росгвардии по Карачаевой-Черкесии. Сотрудники пресс-службы Росгвардии активно принимают участие в сотрудничестве со всеми журналистами республиканских СМИ. Также легко и профессионально владеют пером и умеют находить необходимые ракурсы при проведении съемок для наших телевизионных рубрик. Они всегда открыты и, несмотря на загруженность, всегда совершенствуют свои профессиональные навыки. Мы рассказываем достоверную информацию о наших военнослужащих, сотрудниках, о проводимых акциях, о мероприятиях, в которых мы участвуем, чтобы население региона знало, чем мы занимаемся, что мы открыты к общению, участвуем в акциях, а также сами их организовываем. То есть мы открыты для общения, для диалога. Наши военнослужащие и сотрудники проводят патриотические мероприятия. Мы все это освещаем. Помимо сотрудничества с работниками СМИ региона, представители пресс-службы подробно освещают деятельность Управления Росгвардии по Карачаевой-Черкесии. Они проводят различные акции в социальных сетях и активно принимают участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Нам, как группе по работе с лишним составом, они оказывают неоценимую помощь, потому что все эти мероприятия, которые мы проводим и касающиеся военно-патриотического воспитания, если бы не это подразделение, то об этом бы, допустим, население бы и не знало. То, что мы проводим со школьниками, с ветеранами, все это благодаря их инициативе и помощи доводится через печатные средства путем интернета и телевизионных всяких передач. Также в праздничные дни сотрудники Пресс-службы Управления Росгвардии по Карачаевой-Черкесии остаются на своих рабочих местах, рассказывая жителям республики о службе сотрудников и военнослужащих территориального органа. В республике заработала единая группа телефонного обслуживания в службе судебных приставов. Создан единый номер, по которому может обратиться каждый желающий, в том числе юридическое лицо, для получения информации по вопросам, относящимся к компетенции приставов. В нынешний период пандемии эта услуга особенно актуальна. Граждане могут узнать необходимые сведения об исполнительном производстве, не покидая стен своего дома. Также на официальном сайте республиканского управления расположены единые телефонные номера группы обслуживания всех органов Федеральной службы судебных приставов России. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Карачаевой-Черкесской республике создана группа телефонного обслуживания. Для группы телефонного обслуживания установлен единый номер телефона 8878-22-156-18. И график работы ежедневно, то есть в рабочие дни с 9 часов до 13 часов и с 13.45 минут до 18 часов. Какая погода будет на выходные в республике, нам поведают синоптики. Редактор субтитров А.Семкин В рубрике «Наше наследие» мы рассказываем вам о памятниках истории и культуры Карачаевой-Черкесии. 18 лет назад в центре Черкесии перед зданием Республиканской библиотеки была установлена стела создателем славянской письменности, святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. Подробнее о памятнике в материале Шерифат Лепшоковой. Открытие памятника святым братьям стало символом благодарности потомков подвижническому труду византийских проповедников. Стела в Черкесии стала первой на Северном Кавказе, где были увековечены имена Константина перед смертью, принявшим новое монашеское имя Кирилл и Мефодия, подаривших славянским народам письменность за 150 лет до принятия Руссию христианства. В июле 2003-го, в день открытия памятника, о значимости этого торжественного события говорили политики, деятели культуры, представители различных конфессий. Епископ Ставропольский Владикавказский Феофан в первый раз тогда посетил нашу республику. Открыв памятник, он осветил его и выразил надежду, что подобные мероприятия будут укреплять межрелигиозные и добросеседские отношения. В этот важный для республики день с теплыми словами к собравшимся обратился и руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев. Наша общая задача людей научить тому, чтобы верили и поклонялись Всевыщим. Первыми словами новой азбуки были слова из Евангелия. Вначале было слово, и слово было у Бога. Затем братья из Солоников перевели апостол и псалтырь, навсегда изменив духовную жизнь славян. Неспроста через 700 лет Иван Грозный на встрече с Антонио Пассивино, первым иезуитом, побывавшим в Москве, скажет, мы носим веру истинно христианскую, у нас не греческая, а русская вера. В Моравии, нынешней Чехии, просветители учили людей грамоте, письмо, через книги, передавая христианские заветы. Этому предшествовала огромная работа длиною в жизнь. Дети благородных родителей, братья, росли в атмосфере нравственной чистоты. Самый младший Константин был особенно любим матерью. Она чувствовала его особенное предназначение. Маленькому мальчику как-то приснился сон. Перед ним стояли прекрасные девушки, и он мог любую из них выбрать в жены. Утром он рассказал, что выбрал деву по имени Мудрость. Детелей этот сон смутил, но уже в 15 лет Константина все будут звать философом. Умного, чистого юношу хотели оставить при богатом византийском дворе. Ему предлагали выгодный брак, материальные блага, но он уже выбрал свой путь, в котором было место только для духовной жизни. Константин получает доступ к книгам, редким сокровищам того времени, ведь слава византийской библиотеке шла далеко за пределами страны. Но юношу тяготят обязанности хранителя, и он уходит к брату Мефодию в один из монастырей горы Олимп. Там они часто будут слышать славянскую речь. Тогда же возникнет идея о создании письменности для славянских народов. Как сказал писатель Юрий Лощец, «С гласными, текущими ручьями между камней согласных. Гласные остывают мягко, остужают их каменное упрямство, выходят на волю со смысленной речью. Для славян откроются ворота знаний, а через тысячу лет мир услышит слово Толстого, Достоевского». Памятник святым братьям в Черкесске – еще одно напоминание о том, что сила слова в его духовности, как это было у Кирилла и Мефодия. Шерифат Лепшокова, Роберт Джигутанов, Пьести Карачаева, Черкесия. Творческим людям и пандемия не стала помехой. Соблюдением всех мер, предусмотренных Сан-Пином, состоялся гастрольный тур государственного ансамбля танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус». Он был организован по случаю празднования столетия нашей республики. О подготовке к концерту, о том, как артисты относятся к своему творчеству, о преданности профессии и любви к народным танцам, продолжит Альбина Ламкова. Танец – жизнь для меня. Эти слова говорят о многом. Жить в искусстве, отдавая себя, не щадя для того, чтобы зритель после выступления прочувствовал воссозданный образ на сцене. И, конечно, самая большая награда – аплодисменты. Балетмейстер государственного ансамбля танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус» Чараузденов уже 40 лет в искусстве, а именно предан хореографии. Безусловно, любит музыку и, конечно, танцевать под нее. Обучая молодое поколение, он вкладывает всю свою душу в их развитие. А иначе нельзя, так как через танец и сопровождающие его мелодию, точно так же, как и через музыку, можно увидеть удивительную историю, представленную артистами, которая зарядит необыкновенной энергией зрителя. Для меня танец – это моя жизнь. Я живу, насколько себя знаю, с 16-17 лет, я живу этим. Пока руководитель не скажет, уходите домой, мы занимаемся. И я тоже занимаюсь с девчонками отдельно, с ребятами. Весь творческий состав государственного ансамбля танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус» можно назвать большой и дружной командой. В нем насчитывается 60 человек, где каждый из них испытывает чувство гордости за участие в ансамбле и возможности исполнения народных танцев, благодаря которым сохраняется самобытность традиций и обычай народов нашей республики. Сердце привело сюда. Я всегда мечтала танцевать, тем более в госансамбле. Для меня это было что-то такое немыслимое. И так получилось, воля судьбы, я работаю здесь, солирую в любимом танце. Приветственный танец называется «Шапка». Все то, что вы видите сегодня на сцене, это большой изнурительный труд Исмаила Калявича и нас, его большой команды и семьи. В планах, конечно, это дальше совершенствоваться, показывать нашу народную культуру, самобытную культуру на более высоком уровне. Руководитель государственного ансамбля Эльбрус Исмаил Байрамуков говорит о том, что относительно недавно в их коллективе не было хореографической композиции из истории и культуры ногайского народа. Но теперь артисты ансамбля с большим успехом исполняют на сцене ногайский танец, поставленный Исмаилом Байрамуковым. Поступило предложение от ногайской интеллигенции, что и мы откликнулись и создали такой обобщающий образ ногайского народа, танец, использовали музыку. У государственного ансамбля танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус» большая концертная география. Они объездили с выступлениями почти всю Россию, побывали и за рубежом, а также во всех странах СНГ. И несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, конец года для артистов стал насыщенным. Они с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер дали концерты в городах Камменвод и Кабардино-Балкарии. Зрители от души отдохнули после тяжелого года. С большим удовольствием встречали артистов аплодисментами, а провожали их уже овациями. Альбина Ламкова, Алла Качива, Расул Бердиев, Рашид Токов. Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня день ручного письма или день почерка. Праздник создан с целью напомнить человеку о том, что век электронных технологий – это та малость, которая еще может выражать его индивидуальность. По почерку можно узнать характер личности, ее сильные и слабые стороны. Графология считается одной из важнейших наук, способной только по ручному письму определить индивидуальные способности человека. Но сейчас в каждом телефоне, смартфоне и планшете есть не только калькулятор, который уже многим помог разучиться считать в уме, но и встроенные программы наподобие Т9, суть которых сводится к тому, что все в мире можно описать с помощью нескольких кнопок, а остальное система предложит сама. Кстати, благодаря Т9 иногда получаются очень забавные опечатки. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова